Итак, я отрезал по 30 сантиметров две новых трубы. Сейчас в них разметил отверстие, просверлил. Сейчас попробуем это все собрать воедино. Итак, берем болтик М4 и продеваем сюда в отверстие. Совпадает. Теперь берем нашу, такую вот, заранее прочистим, чтобы М4 винтики хорошо проходили и вставляем туда каечки наши. Проверим, как они будут прокручиваться, не будут прокручиваться. И держится хорошо, видите. Поэтому. Так, дабы они опять же не вывалились из этого всего, попробуем собрать вот таким вот образом. Так, кое-как я это закрепил. Я гаечки капнул клеем, чтобы они не вываливались, вставил туда эти пластинки и, в принципе, тут зажал. Далее. У нас имеются две вот таких вот детали, которые, вот это у нас идет, подшипник сюда надо вставить. и вот так вот он вставляется. И так, вот это вот дело мы вот так вот одеваем и опускаем ниже. А насколько ниже, мы сейчас посмотрим. Надеваем вторую такую же. но она в уровень И. И мы одели не той стороной. Перевернуть. здесь надеваем в уголень. так. Затем. берем один из шаговых двигателей. а конкретно это NEMA 17 с удержанием около 5 кг. и, дабы было удобней, мы сразу прикрутим двигатель. болтиками М3. так, вот наш. на него мы одеваем муфтопереходник. С одной стороны она М8, с другой она М5. попасть. На двигателе есть такая вот плоская насечка и ей стараемся попасть так, чтобы на наш болтик. теперь вот наш винт, который будет осуществлять перемещение по оси Z. и, я так думаю, он будет чересчур длинный, поэтому поэтому мы сантиметров 10 от него отпилим. так, отрезал я по длине шпильку. вставляю ее сюда в муфту, вот сюда и зажимаю. так, это у нас есть. теперь берем нашу, скажем так, другую часть оси Z. и у нас есть вот такая вот безлюфтовая гайка. называется. она вот на такой пружинке, ее накручиваешь, так вот сжимаешь, чтобы пазы здесь встали. и не должно быть люфта вверх-вниз. ну, а там посмотрим, как она будет на самом деле. и такую вещь поставим ее на низ. на самом деле, вот здесь не надо сильно крепить, мудрить. достаточно будет и M3 на 10 гаечек, болтиков, так как нагрузки особо никакой не будет, только лишь бы не проворачивалась вокруг. так, есть. теперь нам нужно вставить нашу вот эту вот часть сюда на место. так. и наша шпилька уперлась в гайку. теперь мы ее просто накручиваем. в общем, вышел небольшой косяк вот с этой вот гайкой безлюфтовой. она не подходит. либо брак, либо что. должно быть все один к одному. придется искать новую гайку. а это время. ну, пока у нас небольшая загвоздочка с гайкой. вот эту вот ось Z мы ее немножко сейчас отложим в сторонку. а начнем собирать стальную конструкцию. вот эту вот гайку. вот эту вот гайку. вот это вот. это вот. вот эту вот гайку. вот эту вот гайку. вот эту вот гайку.